Вопрос о критическом положении города с поставкой воды стал дополнительным на заседании законодательного собрания. Заместитель губернатора Андрей Атаманцев поставил депутатов в известность, что запаса воды хватит до 27 ноября. Правительство просит выделить 250 миллионов рублей из федерального бюджета на проведение комплекса неотложных мер до конца года. Один из пунктов вообще мероприятия, которые сейчас реализуются, Москва и Питер, их научно-исследовательские институты рассматривают и будут делать предложение на систему водоснабжения и экономизования города Севастополя как единого современного города. Еще один бюджетный вопрос озвучил заместитель губернатора Александр Свечников. В переходный период правительство предлагает некоторые закупки делать без обязательных торгов. Кроме финансирования и обеспечения Севастополя водой, правительство попросило деньги на ремонт и технику для медучреждений, а также на покупку световой и звуковой техники для праздников и новые городские елки с новогодними украшениями. Куда исчезла дорогая прошлогодняя елка вместе с игрушками – загадка. Новая елка стоит 7,5 миллионов рублей, светомузыка – 11,5. Вместо новой красивой елки при наличии где-то старой будет сделано освещение какой-нибудь районной или хотя бы какой-нибудь улицы. Тоже освещение, но если будет в городе как сейчас тьма и бипецкая по ночам, а мы будем начать веселиться у новогодней елки, люди это не очень поймут. А у нас реально очень проблемные районы по освещению. Я не беру вообще другие проблемы, тоже освещение. Но там оно для жизни людей надо, извините, для снижения преступности, потому что преступления в затененных районах получаются в 6-8 раз чаще, чем там, где есть свет. Извините, такая вот статистика, не я придумал. Все. Депутаты утвердили только затраты на обеспечение города водой. Елки и светомузыка подождут. Председатель законодательного собрания отметил, что из правительства часто приходят подобные документы, не содержащие внятных экономических обоснований. Хотелось бы ожидать, что правительство будет выходить с сопроводительными документами, все-таки достойными таких сумм. Потому что мы получаем, во-первых, не вовремя, во-вторых, документ на ту страницу, в котором не целевых показателей нет. То есть, что делать, не написано, сколько это будет стоять, не написано, в какой срок данное мероприятие предполагается реализовать, не написано. Транспортный налог депутаты решили понизить. Соответствующий закон был принят во втором чтении. Основные поправки коснулись налоговых ставок для автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Ставки, предложенные правительством Севастополя, были снижены с 10 до 7 рублей за 1 лошадиную силу для автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. С 36 до 25 рублей уменьшена ставка за 1 лошадиную силу для автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Транспортный налог начнут взимать в октябре 2016 года. Утвердили в двух чтениях закона о девяти депутатах, которые будут работать на постоянной основе и о финансовом содержании губернатора. Но главной головной болью законодателей остается снабжение города водой. Я не убежден даже, что этих мер, которые сегодня предлагает правительство, будет достаточно. Может быть, надо еще посидеть, подумать, еще какие-то меры придумать. Потому что все эти меры, они все-таки при условии, если получится. Если дождь пойдет, если вот то, что сейчас в камышах бьют эти скважины, воду еще не нашли, найдут эту воду, ну и так далее. То есть, честно говоря, мы же все равно не сможем жить в состоянии, если, да, а если не пойдет. Елена Анисимова, Анатолий Паньков, Севернформбюро.